Меня зовут Игорь, здравствуйте. Я идеальный писатель, или нет? Я люблю читать книги. Я много читал в детстве. Я любил литературу в школе. Учительница часто хвалила меня. Я писал хорошие сочинения. Друзья всегда просили помочь им с домашним заданием. Я люблю читать книги. Я много читал в детстве. Я любил литературу в школе. Учительница часто хвалила меня. Я писал хорошие сочинения. Друзья всегда просили помочь им с домашним заданием. Время прошло. Я вырос. Но я все равно люблю читать. Мне нравится разная литература, сказки, романы, фантастика, приключения, короткие рассказы и даже ужасы. У меня нет любимого писателя. Очень тяжело выбрать. Время прошло. Я вырос. Но я все равно люблю читать. Мне нравится разная литература. Сказки, романы, фантастика, приключения, короткие рассказы и даже ужасы. У меня нет любимого писателя. Очень тяжело выбрать. Я больше люблю печатные книги. Электронные книги удобны. Но это не для меня. Каждый месяц я покупаю несколько книг. За углом есть книжный магазин. У них большой выбор. Я долго выбираю книги. Я интересуюсь разными книгами. Есть хорошие современные книги. Я больше люблю печатные книги. Электронные книги удобны. Но это не для меня. Каждый месяц я покупаю несколько книг. За углом есть книжный магазин. У них большой выбор. Я долго выбираю книги. Я интересуюсь разными книгами. Есть хорошие современные книги. К сожалению, книги дорого стоят. Поэтому я беру их у друзей. Нам нравится обсуждать книги. К сожалению, книги дорого стоят. Поэтому я беру их у друзей. Нам нравится обсуждать книги. Недавно моя подруга сказала мне одну вещь. Я удивился. Игорь, тебе всегда что-нибудь не нравится. Ты видишь слишком много минусов. Зачем ты покупаешь книги? Зачем ты их читаешь? Игорь, тебе всегда что-нибудь не нравится? Ты видишь слишком много минусов. Зачем ты покупаешь книги? Зачем ты их читаешь? Извини, Света. Я уверен, можно написать лучше. Да, я люблю книги. Но в каждой есть минусы. Отлично. Ты любишь книги? Напиши книгу или рассказ сам, без минусов. Нет проблем. Я сделаю это в следующей субботе. Согласна? Нет проблем. Я сделаю это в следующей субботе. Согласна? Конечно, я буду ждать, идеальный писатель. Конечно, я буду ждать, идеальный писатель. У меня была неделя. Я не спешил написать рассказ. Я так много их прочитал. Я справлюсь. Не переживай. Я вспомнил школьные сочинения. Я знал, что у меня есть талант. У меня была неделя. Я не спешил написать рассказ. Я так много их прочитал. Я справлюсь. Не переживай. Я вспомнил школьные сочинения. Я знал, что у меня есть талант. Неделя прошла быстро. Я вспомнил рассказы в пятницу. Никакой паники. Все будет хорошо. Я сел за стол. Взял ручку. Листок бумаги. Сделал крепкий кофе. Прошло 20 минут. Час. Два. Я посмотрел на часы. О, нет. Я не мог поверить. Может быть, часы сломаны? Я посмотрел в окно. Пустые улицы. Темнота. Ночь. Неделя прошла быстро. Я вспомнил о рассказе в пятницу. Никакой паники. Все будет хорошо. Я сел за стол. Взял ручку. Листок бумаги. Сделал крепкий кофе. Прошло 20 минут. Час. Два. Я посмотрел на часы. О, нет. Я не мог поверить. Может быть, часы сломаны? Я посмотрел в окно. Пустые улицы. Темнота. Ночь. Я был зол. Я понял, что быть писателем тяжело. У меня не было идей. Я устал и хотел спать. Я выпил кофе. Но это не помогло. Я выпил кофе. Но это не помогло. Я проснулся. Звонил телефон. Это была Света. Я проснулся. Звонил телефон. Это была Света. Давай встретимся вечером. Идеальный писатель. Давай встретимся вечером. Идеальный писатель. Да. Где и во сколько? В кафе в шесть. В кафе в шесть. Хорошо. До встречи, Игорь. До встречи, Игорь. У меня было плохое настроение. Я выкинул листок бумаги. Я не хотел идти в кафе. Я принял душ и успокоился. Я обещал, я пойду. У меня было плохое настроение. Я выкинул листок бумаги. Я не хотел идти в кафе. Я принял душ и успокоился. Я обещал, я пойду. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Мне не терпится послушать твой рассказ. Я хорошо его помню. Я хорошо его помню. Сейчас расскажу. Я внимательно слушаю. Я внимательно слушаю. Жил-был мальчик. Его звали Игорь. Он любил книги и много читал. У него была умная подруга. Её звали Света. Они вместе обсуждали книги. Но Игорь всегда искал минусы. Он умел писать лучше. Он так думал. Тогда Света попросила его написать рассказ. Идеальный. Без минусов. Он согласился. Он не знал, что это очень трудно. Ничего не вышло. Сейчас он сидит в кафе со своей подругой Светой. Она дала ему хороший урок. Он ей благодарен. Он хочет искать плюсы. Жил-был мальчик. Его звали Игорь. Он любил книги и много читал. У него была умная подруга. Её звали Света. Они вместе обсуждали книги. Но Игорь всегда искал минусы. Он умел писать лучше. Он так думал. Тогда Света попросила его написать рассказ. Идеальный. Без минусов. Он согласился. Он не знал, что это очень трудно. Ничего не вышло. Сейчас он сидит в кафе со своей подругой Светой. Она дала ему хороший урок. Он ей благодарен. Он хочет искать плюсы. Света смеялась. У меня было отличное настроение. Он не счастливый мальчик. Он не успеет. Он не знал. Они не знали. Он не знал. Он не знал. Продолжение следует...